Интрига четвертого матча бронзовой серии волейбольного чемпионата Украины в мужской суперлиге Юрокадемия Житочи была проста. После трех игр Харьковчане лидировали 2-1 и в случае сегодняшнего успеха занимали третье место. Откладывать победу в долгий ящик юристы не стали. В двух стартовых партиях хозяева благодаря результативным действиям своих лидеров Игоря Антонюка, Ивана Кривобока, Андрея Рогожина и Андрея Левченко, а также надежная Гри Либера Филиппа Гармаша уходили в середине в отрывы, завершили их с одинаковым счетом 25-18. В третьем сете житомирские волейболисты попытались перехватить инициативу, забив в дебюте на два мяча больше – 7-5. Однако надолго гостей не хватило. Хозяева вновь лучше проявили себя в середине и концовке партии, выиграв ее с преимуществом в 6 очков. 3-0 в матче, 3-1 в серии. Юрокадемия спустя 5 лет вновь бронзовый призер чемпионата страны. Скажу вам откровенно, это первый раз в жизни. Не буду лукавить, удалось создать мне коллектив хороший, именно коллектив. Чем славится команда Юрокадемии. Было проведено, естественно, очень много работы в этом плане. Целью этого всего являлся результат. Мы сегодня его с кровью, скажем так, добились. Я думаю, что это самое главное, что есть результат. Федерация волейбола Украины определила лучших игроков сезона. Один из индивидуальных призов остался в Харькове. Андрей Рогожин признан лучшим центральным блокирующим Суперлиги. Мне кажется, мы собрали на протяжении сезона хороший состав, потому что у нас люди как бы добавлялись по мере необходимости. И у нас очень такой сильный достаточно состав был. Если бы мы были немножко сыграны, если бы мы все вместе в сборы прошли, с первой игры все вместе начали, я думаю, мы могли бы даже показать лучший результат, чем есть на данный момент. Нынешняя бронза стала пятой в истории Юрокадемии. Также харьковчане дважды становились серебряными призерами. Выиграл чемпионат Украины Барком. В серии за главный национальный титул львовяне не оставили шансов команде «Эпицентр» Подоляне из городка Хмельницкой области 3-0.